Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы отправимся вместе с нашими героями на свидание и узнаем, кто же нашел свою любовь, а кто вернется на конвейер любви. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Меня зовут Валентина, и я хочу встретить мужчину, который пригласит меня в романтическое путешествие в одно из самых прекрасных уголков земного шара. Девушки отдыхают Меня зовут Марина, я ищу себе, возможно, продюсера для того, чтобы меня хорошенько пропиарить. Настал важный момент. Совсем скоро ожидание сменится правом выбора. Конвейер начнет движение, и девушки увидят молодых людей. Здравствуйте. Меня зовут Арсений Власов, я художник. Сможешь меня нарисовать безвозмездно? Ну, конечно. Тем более, ты очень красивый. Художники обычно зануды бывают. На сколько ты в месяц зарабатываешь? Месяц по-разному. По-разному. Ну, достаточно будет, чтобы я тебя выбрала? Ну, минимум 10 тысяч евро. Наверное, достаточно. Ты крутой. Привет. Я бы хотел задать вопрос тебе. Как тебя зовут? Марина. Чем ты занимаешься? Что тебе интересно в жизни? Ну, я вообще работаю в строительной компании. Кладу асфальт. Как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, очень приятно. Какие у тебя увлечения, хобби? Что тебе нравится? Я очень люблю фотографировать и фотографироваться. Это здорово. Я сам люблю разную музыку совершенно. Ну, нам было бы весело вместе. Ну, определись уже. Я убираю тебя, Ксюша. Тогда вот туда вставай. Иду. Стою на первый кубик. Оп. Привет, девушки. Меня зовут Данила. Я увлекаюсь боевыми единоборствами. Еще очень люблю мотоспорт, занимаюсь плаванием, когда есть свободное время. А сколько тебе лет? 20. А выглядишь на 15? На 14. Хорошо выглядит. Молодость. 19 лет, хочу себе девушку старше меня, так как мое поколение сейчас, к сожалению, пошло глупое. Ты может быть альфом? А-а-а-а! Кто проживает на дне океана? Где? Ну, может быть три, но оказывается, у вас пять есть. Ну, успокойся, уж нифига себе ты моего жениха обижаешься. А что от меня? Скажи что-нибудь. У тебя маленькая грудь. Пока. У тебя есть странность? У меня было 15 девушек. 15? О-о-о-о! Конвейер любви начал движение. Первым он доставил модного художника Арсения Бластова, которым заинтересовались сразу две девушки. Художник предпочел беззаботной Марине журналистку Ксению. На его фоне Данила показался Марине и Ксении чересчур молодым. Станет ли это проблемой для остальных девушек? Хорошо выиграли. Новый. Новый. Ты такой хорошее. Заинтересованный. Там такой еще молодой. Если ее разозлить, я не всегда хороший. А? Пока! Добрый вечер, дамы. Меня зовут Дмитрий. 19 лет. Вкусили девушку старше меня, так как мое поколение сейчас, к сожалению, пошло глупо. Ищу девушку, которая будет готовить, которая не будет лень испачкать свои руки. Никто умеет готовить вкусные борьбы. Ты может быть альфонс? Я не альфонс. Меня родители, к сожалению, обеспечили. То есть, моя мама, естественно, меня сильно балует, папа нет. Так что я вырослый примерно. Слишком гламурная челка. Гламурная? Ты много времени уделяешь себе. Пока женщины. Мы не женщины, мы девушки. Козел. Всем привет. На самом деле, я очень шокирован. Я думал, что хотя бы, ну, две, ну, может быть, три. Но оказывается, вас пять, и все одинаково красивы. Можно? Да. Брось. Нужно? А то он засмотрелся. СМЕХ Моя любовь и мой покой. Без тебя я не я. Я ведь живу только для тебя, для тебя. Только не потеряй, ты сердце мое. Оно лишь твое, оно лишь твое. Мое, да? Оно лишь твое. Слушай, у меня вопрос к тебе такой. Ты вообще в курсе, что у тебя слуха нет? У меня? Да. Ну, значит, со стороны, наверное, виднее. Фигайся, ты моего жениха обижаешься. Я к нему. Извини, слушай, я не к тебе люблю. Главное, это шевр. Ты же любитель, правильно? Это вопрос был прост. Я же, я не говорю, что у тебя нет слуха. Я говорю, ты в курсе? Для кого-то я любитель, для кого-то не любитель. Ну, как это хвалить себя не буду, это решать не мне. Главное, кому-то нравится. Главное, что это было очень весело. Очень весело, супер. Нам понравилось. Вставай, вставай. Вон рядом с Мадонной твое место. Как вас зовут? Юлия. Как надрывно. Юлия. С придыханием, Юлия. О, да. Подождите, еще ничего смешного. Классная рубашка. Рубашка веселая. Какая разница? Так. Ой, слушайте, ну мы вообще не виделись с вами. И как раз. Слава Богу. На самом деле, я экстрасенс. Вот. Кто хочет о себе узнать правду? Кто готов рискнуть, чтобы я о ней сказал правду? Я. Только хорошую правду. Чтобы она сразу подстраховалась. Хорошая. В прошлой жизни ты была тапочком. Что? В прошлой жизни ты была тапочком. Да? Где? Как умнейший. Не правда. У тебя сейчас снова есть, поэтому сейчас это не привлекает. Мне говорили, что я была кицей. Слава, давай еще попробуем. Ну, там пачка не оригинальна, правда. Кто еще? Насчет меня скажи что-нибудь. Ой. У тебя маленькая грудь. Ты знаешь, я абсолютно довольна. Мои способности безграничны. Мои способности, я думаю, на нулевом уровне. В экстрасенсорике. Скажи о себе лучше что-нибудь. А нас мы все знаем. Я модельер-конструктор. Я делаю вещи. И те девушки, которые меня вдохновляют, я им люблю. Это все. Такие же веселые. Это моя вторая профессия. Ну, на самом деле, первая – это экстрасенс. Кто хочет продолжить. Пожалуйста. Ты на этом зарабатываешь. Хочешь? Я угадаю, как тебя задать. Хочешь? Говори, говори. Хочу. Чего ты хочешь? Сейчас. Подожди. Ну как? Я не могу сказать, хочу я тебе или нет. В будущей жизни будешь проходилом. Так что пока. Отлично. Алигатор? Сходил мне общаться, я не хочу. Видимся в следующей жизни. А, подождите, стойте, подождите, стойте. А, у меня есть еще, ну, можно шанс еще один дать? Ну, а еще какие-нибудь фокусы-то можешь показать? О, ой, ой. Как бы ты хотел, чтобы назвала мать твоих детей тебя? Муж. А-а-а, кто прозывает на дне океана? Ну, котич, ты сам себя с каким животным ассоциируешь? Финансив? Пай, выбирай, будет мишка. Луч солнца золотого. Похоже, юность совсем не привлекает наших девушек. Вслед за Данилой они безжалостно распрощались с гламурным Дмитрием. А вот поэт-песенник Майорам неожиданно для всех своей песни подкупил красавицу Юлию. Антон сначала насмешил девушек, но зашел слишком далеко в своих шутках и теперь вынужден просить второй шанс. Увидимся в следующей жизни. А, подождите, стойте, подождите, стойте. А, у меня есть еще, ну, можно шанс еще один дать? Конечно. Вот, я сделаю то, что вам действительно понравится. Можно? Шансов нет. Ну, давайте дадим ему шанс. Давайте. Давайте дадим ему уйти, пожалуйста. Под музыку. Если ты определилась с выбором, дай нам тоже посмотреть. Я вам говорила, чтобы он уходил. Кто проживает на дне океана? Пать, портфель, желтая губка. Малыш, берем яну. Пока. Выбираю. Пока-пока. Можно идти? Конечно. Можно? Если ты знаешь, как меня зовут. Да так оставить или застегнуть. А как тебя зовут? Я Нина. Вперед. Адмирал мой. Панч-боб убил тебя, видимо. Я обожаю спанч-боб. Вот это ужас. Ужас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Леонид. Я диджей. Занимаюсь транс-прогрессивом. Пришел на Муз-ТВ, чтобы найти себе настоящую любовь среди всех присутствующих замечательных девушек. А как танцуют под транс-прогрессив? Под транс-прогрессив? Да. Одну минуту. Я был не готов к данным вопросам. Поэтому ты с наушниками. Я успею. А чепуть нам что-нибудь. К сожалению, я не смогу дать звук в студию. Поэтому я приглашу одну из вас, а может быть и всех вас, на одну из ведущих вечеринок европейского уровня. И хочу вам огромное спасибо сказать за то, что вы такие красивые. Ленина, классный парень. Вы сказали, что я вас всех очень люблю. Уже? Слушай, мне нравятся парни такие со странностями немножко. У тебя есть странности? Это не видно, что есть странности? Ну я вот вижу, что есть странности, но я все-таки не могу распознать, какие конкретно. Может, ты там трусики коллекционируешь? Покажи трусики. Есть ли у тебя вообще девушки были? Были? Да, у меня было много девушек. Много? 15 девушек. Оооо! Боже мой! Я боюсь быть 16-я, а потом... Нет, нет, я не считаю. А, не считаю? Каждая девушка это индивидуально. Ой, как это просто. Ты просто герой любовницы. Ну 13-я уже прошла, главное. Да ты вообще красавчик. Вот если бы я не выбрала, я тебя выбрала бы обязательно. Хорошо, спасибо. Пока! 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 Я выбираю его! Вот так, спанчбоб, это они все так. Давай-давай! Жги, дружок, жги! Привет! Я Толик! А я Юлик! Юлик! Иди сюда, Юлик! Я Толик-алкоголик! А ты алкоголик? Я Толик! Гнать бешеных со сцены! Попробуем! 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 Меня зовут Дмитрий. Я хотел бы вам показать, ну, немножко вас развлечь, фокусов несколько. Давай! Да? Да! Давай! Заметь, ты рукава короткие, то есть, я ничего не тряплю. Это все. А вы все же делаете? А мы все танец ждем. Нет, нет. У него еще шарики есть, он врет, шарики есть. Так, Янин, ты... А помимо Фокуса, чем ты занимаешься? Спокойся уже. Нет, он может еще, он может. Анчбоп, тихо. А можно спросить, а ты не занимался раньше танцами, там, бальными, например? У тебя просто фигуры очень похожи на бального танцора. Мне уже много раз этот вопрос задают. Нет, я не занимался. Как бы ты хотел, чтобы назвала мать твоих детей тебя? Муж. Семен. И самочка уже в кадре. Луч, солнце золотого. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Еще один зверюга, да? И только скупает. Конвейер любви продолжает движение. Ксения остается верной Арсению. Юлия выбрала Майрама, а Янина обрела своего кумира с Панчбоба. Валентина по-прежнему одинока, а вот Марина нашла себе волшебника Дмитрия. Марина, тогда можно попросить вас подойти? Я вам покажу еще один фокус. Да, конечно. Очень хотите. Ой-ой-ой. Ну вот так, сюда вставайте. Как? Передом, да? Сейчас передом, потом... Вот так, да? Да. Хорошо, давай. Вот, черное платье отлично. И зачем-то здесь носят шарики. Ух ты. Вот. Как, чтобы грудь увеличивать? Шарики не нужно. Да, я сейчас. Если сюда дунуть... Смотри. Хорошо дунули, появляются два шарика. О, как классно. Короткие рукава я беру, один кладу сюда, один здесь, и один в руку крепко зажимаем, кладем. Один-один. Я просто беру и сюда перекладываю. Открываем. О, очень классно. Ладно. Вот, ну, хорошо. А если положить оба шарика, крепко зажимаем, крепко сюда кладем. У меня ничего нет, они здесь. Просто берем. Раз. О, четыре. Да, ну, я предполагала. А шесть будет шарик? Я тебя хоть рассмотрела поближе. Хороший. Ладно, я пошла. Ненадолго. А, да, ненадолго. Спанчбок никак не успокоит. Впитывай все как губка. Ты прям посерединке. Непонятно. Привет, девчонки, меня зовут Серега. Я с Астрахани очень люблю путешествовать. Хочу найти на этой передаче себе девушку, которая станет матерью моих детей. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А ты папой не хочешь стать? Очень хочу стать отцом. Очень хочу. Заботиться о ком-нибудь. Проявлять заботу. Как бы ты хотел, чтобы называла Мать твоих детей тебя Очень ласково, так интимно Муж Муж просто, муж и все Очень арикесно А почему ты в черном? Это имидж Да Я считаю, что черный хороший цвет Отличный Всего доброго До свидания Пока Зато он улыбается, понимаешь? Главное, что он улыбается Как мило Все растаяли Как мороженое Всем привет Это я, Алексей И мой лучший друг Который достанется той девушке Которая выберет меня И которая, соответственно, завоюет, наверное, мое сердце Вы похожи Леша, вот ты с медведем пришел Ты сам себя с каким животным ассоциируешь? Я себя ассоциирую, наверное, пожалуй, с каким-нибудь леопардом Гепардом А можешь показать леопарда? Зверю Что-нибудь такое Ну Какой ты у нас хищный, да Вот я пока не вижу в тебе леопарда Изобрази, какой ты зверю Леопарда? Ну, я не знаю Я по жизни такой человек Леопард Человек-леопард Что, в принципе, да Как бы Образ жизни Предполагает быть леопардом А чем ты занимаешься? Зоопарки? Нет, я работаю не в зоопарке Где? Я работаю, скажем так, в финансовом учреждении Солидным Финансист? Там медведя застают Что-то, да Что-то типа такого Ну, кстати Давай, выбирай, будет Мишка А сколько вам лет? Мне? Да Ему? Нет, вам Только честно Только честно скажем Я считаю, что я мужчина в полном расцвете сил Как баба ягодка опять? Я похож? Ты на деду ягодку похож? Это на ягодку, может быть Да Ну, это уже хорошо Я считаю, это уже комплимент Спасибо вам большое Обычно женщины скрывают свой возраст Ну, я не буду говорить пока, как есть Ну, ладно, ладно, не говори Но, тем не менее Такой, какой я есть Такой я и есть Вот и не говори Знак своего признания Я вот этого Мишечку Хочу вручить Надеюсь, он будет согревать вас В зимние вечера И в летние В летнюю В летний зной тоже Да? Супер Спасибо Ох Все-таки подарил Мишку Не расстался Зверьем Зверюга Ух Покажите, пожалуйста, всех Все места на пьедестале заняты Найдут ли девушки сегодня кого-то лучше Их первых избранников За медведя глянь, что творит, да? А ты мне гитару подаришь? Ахахаха Да? Хорошо Я нашла себе уже фокусника Пока Я фитнес-тренер А сколько вам лет? Она просто невоспитанная Хорошо, готовлю Невоспитанная Блоками сразу машет Наконец, все места на пьедестале заняты Художник Арсений Власов между Ксенией и Мариной выбрал Ксению Юлия приняла в дар сердце Майрама Янина ухватилась за спанч-бобом Несмотря на то, что девушки якобы искали серьезные отношения Ни одна из них не заинтересовалась решительно настроенным Серегой Марина выбрала свой истинный возраст, когда выбрала волшебника Дмитрия А Валентина, когда появилась на предложенного Алексеем плюшевого мишку Луч солнца золотого Тьмы скрыла пелена И между нами снова Вдруг выросла стена Майдарлин, вы упустили свой шанс Ура! Да, Диана! Это первая улыбка! Да, Данштейн, тухаст! Тухаст! Еще один зверюга, да? Я так испугалась! Слава Богу! Слава Богу! Неважно! Пока-пока! Привет! Привет, девушки! Привет! Какие все красавицы! Здравствуйте! Меня зовут Николай, мне 22! Что сказать про себя? В хорошей форме... Оторви, пожалуйста, маечку на себе! Маечку я могу просто снять! Сними! Жалко порвать? Нет, не жалко! О, ради нас! О, строй! В общем, что тут про меня скажут? Я фитнес-тренер, хорошо готовлю! А ты когда просыпаешься, тебя какие мысли посещают? Не хватает той единственной, которой хотелось бы просыпаться! Ладно, я нашла себе уже фокусника! Пока! Удачи вам! И вам пока! И вам пока! И вам пока! Здравствуйте, красавицы! Меня зовут Александр, 28 лет! А если вы хотите прекрасно провести вечер, то я для вас... Боже мой! На пример! На одну ночь? Пример всевозможных! Да, ты сказал! Но проведя со мной хотя бы час, у тебя будет желание пообщаться еще с тобой! Конкретнее! Чем ты занимаешься? Экстремальным спортом! С гор катаюсь! Порошоком прыгаем? Нет, не в этот время! Давайте я вам сейчас стишок маленький расскажу! Все, пока! Быстренько читай, пока не ушел! Быстрее, быстрее, быстрее! Я не могу тебя забыть! Снижься мне ночами! Твой нежный запах, вкус и цвет стоит перед глазами! Когда тебя со мной рядом нет, на сердце так тоскливо! Жить не снижай! Пока! Пока! По-моему, он пьян! Не верю! Ты употребляешь что-нибудь? Меня зовут Владлен, я порно-актер запрещенных немецких фильмов! Это мы заметили! Оригинален я в том, что я умею красиво появиться в кадре! Покажи, какую часть из тела? Ну, обычно сначала появляться, а потом Сема идет, Сема, Семочка идет ко мне, мы заходим сначала, делаем так, потом мы идем, делаем так, и Семочка уже в кадре! Так! А твое появление-то единственное, за что тебя взяли вот в эти запрещенные фильмы? Ну, не считая калибра Семочки, то можно сказать, что да! Семочка вот очень оригинален в некоторых моментах! Мне кажется, его подстрелили! Думаете? Семочку совсем не видно! Судя по вашему голосу! А это что? Где? Настройте свои окуляры! А ты можешь сейчас выйти, резко изобраться и стать таким, какой ты есть? Да! Резко вот так, хоп, бац, выходи, короче! Да, и будь таким, какой ты есть! Привет! Вместе мое имя, меня зовут, как меня зовут, меня зовут Эрчка! Молчи, малышка! Эркю! Эркю, ты, да! А как же моя фамилия, моя фамилия? Лос! Чу, подержи! Кто тебя прислал? У-у-у! Ну что, парни, Валю, домой! Когда я шла на свидание, я рассчитывала, что передо мной этот человек раскроется с совершенно другой стороны. Я поняла, что человек, он очень хороший. Я довольна своим выбором. Для создания семьи, я думаю, он не совсем мне подходит. Конвейер любви продолжает доставлять мужчин, которые поют, танцуют и читают стихи. Но расстановка сил на пьедестале не меняется. Неужели даже акробат в образе порно-актера не прелестит девушек? А ты можешь сейчас выйти резко из образа и стать таким, какой ты есть? Да. Резко вот так, хоп, бац, выходи, короче. Да, и будь таким, какой ты есть. Привет! Привет, да. Вот тебе скажи, да, меня зовут Ваня, я там клевый чувак. Я Ваня, я клевый чувак. Может, он не клевый чувак. Все, мы нас обидели, идем чай пить, Семочка. Вот, привет, и все, пока! Все, мужики. Пока! 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 И мое имя, девочки, все вместе. Мое имя, меня зовут, как меня зовут? Меня зовут Артюль. Молчи, малышка. Артюль, ты, да, молодец. А как же моя фамилия, моя фамилия? Лось! Лось! Я Артюль Лось, и я президент международной, международной федерации. Жирный бальник, я собрал всех жирных бальников. Я обидел в один коллектив. Я мега-мужчина. Давай, подержи. А, нет! Кто тебя прислал? Меня прислал твой отец. Деньги в кармане, бреют мани-мани. Если их нет, ты не получишь бабы-мани. Нет лимузина, хотя бы мини-магазина. Ты себя тогда махнишь, а хочешь бабу-зину. Эти принцессы любят мерседесы. Мани двигатель любовного прогресса. Стоп, стоп, стоп. Стоп, иначе вы все умрете от оргазма от этой песни. Переигрывай. Привет. Пока я тебе сказал сразу. Эркюль, на пироженку похож. Еда сделала меня таким, какой сейчас я есть. Как я могу любить еду? Это неправда. Но ты бы хотел чем-нибудь обмазать меня таким, чтобы ты съел с меня. Обмазать? Да. Чем ты хочешь? Курицей гриль. Да, я заверу тебя в лаваш. Не выбирай его. Привет, привет, я знал, что тебе это понравилось. Ну что, парни, валим домой. Арсений, прости, пожалуйста. Я успела тебя пообожать уже за всю передачу. А ты самый крутой, чувак! Давайте, парни, соуважаем. Поним, и все уходим домой, потому что сегодня все сказали мне привет. То есть ты будешь вместо пяти девочек стать? Братан. Ты не туда встал. Как зовут тебя, малышка? Ксюша. Ксюша зовут тебя? Ксюша, я выбираю. Танцую все, как лошадь. Конвейер любви остановился. Наши героини остаются верны своему первому выбору. Они отвергли всех, кого предлагали на замену. Марина увлеклась фокусами Дмитрия. Ямина пошла за своим любимым героем с панчбобом, в образе которого выступил модельер Антон. Юля надеется обрести в композиторе Майорами надежную опору для создания семьи. Валентине так понравился плюшевый мишка, что она остановила выбор на его хозяине Алексея. И только Ксения сменила одну звезду на другую. Знаменитый художник Арсений Власов уступил место в ее сердце артисту Глебу Клубничкину. Итак, выбор сделан. Совсем скоро наши пары отправятся на свидание. Молодые люди решат, куда отвезти девушек. А мы увидим, есть ли у этих пар будущее. На свидание отправляются Марина и Дмитрий, Янина и Антон, Юля и Майрам, Валентина и Алексей, Ксения и Глеб. Два дня и две ночи. Два дня и как раз с вами. Да, мы должны учить ее на танец ночью. Это пойдет тоже на пользу твоего служебного повышения. А может наоборот. Скажут, так, ты там засветился. Ну, может, давай и то, и то. Ну, давай. Все покатаются сколько. Даже на теплошарке. Именно натура такая ароматическая. Лера. Ранимая. Это я, знаешь, это я просто играю. Я привел Янину в это кафе, потому что здесь самый лучший пластилин в мире. Каланд. Привет. Ну, ты где? Ну, я просто задержалась. У меня там проблемы были. Мне очень понравилось, что он меня пригласил именно в развлекательный комплекс. Потому что сходить в ресторан, покушать, это уже так все обыденно. Это мы можем, в принципе, и каждый день там ходить. Ну что, ты готов к полету? За руку. Выпустите меня отсюда, я боюсь. Конвейер я точно возвращаться не буду, я думаю. Потому что во всем мне эта девушка симпатична, нравится. Посмотрим, попробуем что-то общаться, построить какие-то отношения. Если получится, я буду только рад. Я тебе буду учить стрелять. Да? Ну, давай. Давай, стреляй. Давай. О, блин. Да, вообще. Сейчас я всех динозавров замочу. Профессионалка. Видишь, какая я крутая? Я всех убила. Вот так, видишь? Я его мочу. Ты жестокая. Я поняла, что человек, он очень хороший. Я довольна своим выбором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я никогда не участвовал в таких. У меня было желание участвовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, даже в твоей работе, твои коллеги, которые видят эту передачу своим счастьем, они изменят свое отношение к тебе, и, может быть, это пойдет на пользу твоего служебного повышения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А может, наоборот? Скажешь, ах, ты там же насветилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только надо позитивно мышить, поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие варианты у них есть? Я, например, их не вижу, что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, я бы в грейпфрутовый выкинула. Грейпфрутовый? А он здесь есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я шла на свидание, я рассчитывала, что передо мной этот человек раскроется по совершенно другой стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня из-за тебя подарок. Барабанная дровь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня, как ни странно, мы будем с тобой заниматься... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лепкой. Я привел Янину в это кафе, потому что здесь самый лучший пластилин в мире. Ты должна была сейчас сказать, ничего себе, Антон, вот это прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, можешь меня так назвать, в принципе? Можно, ты не обидишься. Единственное, что мне не нравится, то, что она не любит спонжбоба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне понравилось, что он веселый, открытый. У него зеленые глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай так поверхностно, чисто внешне. У тебя такие шикарные глаза. Где ты их взяла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашла подарок. У меня мозги просто... Ну, так, немножко... Расслабься. Я добрая. Я чуть-чуть влюбился в Янину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Это три стороны я построил вчера для тебя, да? В честь свидания, дня свидания. Я еще спутника жизни для создания семьи. А ты знаешь, у меня такой образ сложился, что ты именно натура такая романтическая, ранимая. Это я, знаешь, просто играю. Да? Ох ты! Это называется... Это называется... Сперва надо заманить, потом прикормить. А, вон оно что. Вот. Мне хотелось бы, это, конечно же, небольшой домик, уютный, которым, как бы, женщина унесет тепло, заботу, ласку, уют. И много детишек. Сколько? Ну, для начала хотя бы двое. Были ли у тебя отношения очень такие серьезные, к которым ты уже был настолько готов, что вот уже семья, дети? Был, да. Был момент, но я убежал. Почему? Почему? Меня немножко напугало и насражило, что он не определился, сбежал. Вот это выражение сбежал. Как-то у меня резко в памяти всплывает то, что человек испугался. Стучусь, стучусь, я в дверь твоей души, не хочешь понимать, или не слышишь ты. Кружусь, крушусь, вокруг тебя я словно снег. Я при тобой, но ты не видишь. Снова слышу нет, слышу нет, слышу просто нет. Это значит нет, значит нет, значит нет. Если с Юлей у нас не сложатся отношения, и они закончатся на данном этапе, то я думаю, в следующий раз я встречу такую, как Юля, наверное, лет через 30. И то, а может быть, вообще не встречу. Он остался на уровне абстрактных ощущений. Для создания семьи, я думаю, он не совсем мне подходит. Вот с этой надписью надевайте, пожалуйста, бахилы. У нас начнется наше отношение. Начнется, слыша, наше первое свидание. Я когда увидела Глеба вообще на передаче, вот он выехал на этом конвейере, я подумала, боже, что за нелепый толстячок. Но, и подумала, я сделаю некую благотворительную акцию в пользу толстых жителей России. И схожу с ним на свидание, выберу его. Оказалось, девчонки тоже все выбрали его. Ну, к счастью, его выбор пал на меня. Исполним ваш первый танец. Пойдемте со мной. Пойдем, пойдем, пошли. Сейчас просто бабахать. Будем трогать друг друга. Ксюша, она сама по себе кучерявая, а что подает некого шарма. И у нее великолепная грудь. И спасибо этому танцу, что я смог это не только увидеть, но и за каких-то моментах даже почувствовать. Раз, два, три, вперед. На грудь есть. И тут. А, вот так вот, и ты пошла. А, я даже не то сделал. Вот эту ручку взял. Вот, за это, да? Мне вот эту ручку берешь, и вот сюда направляешь, и разворачиваешь. Оп. Я в восторге была вообще от свидания, которые предложил Греб, потому что я пришла изначально на передачу за необычным знакомством. Я это получила, и мы познакомились при необычных обстоятельствах. И теперь еще и такое свидание. Мне реально очень понравилось. Мы, Ксюха, сделали правильное решение, потому что, безусловно, за одно занятие мы же с тобой не сможем сделать идеально, да? Ну, конечно. Но, мне кажется, мы с тобой люди целеустремленные. И у нас не может быть. Мне кажется, вам стоит постоянно ходить вместе. Вот. Естественно. У нас есть желание довести этот танец для совершенства. Это уже как минимум... Ну, я не знаю, как ты, сколько тебе на танец учить, но как минимум два дня мы уже... Два дня и две ночи. Два дня и как раз свадебный танец. Да! Мы должны учить тебя на танец ночью. Конечно. Абсолютно права. Я второй раз тебя вижу. Второй раз... Да? Потрясающе. Отлично. И все, наверное, зададут вопрос, будет ли второе свидание? Второе свидание будет. По-любому, я думаю. Но если не будет, то я найду и будет. Спасибо вам, другой друг. Пожалуйста. Будем стараться. Подпишись. Ну, не знаю. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...